Здравствуйте! На библейский портал «Экзеед» пришел вопрос, как помочь осужденному. Христос говорит, 25 глава Евангелия от Матфея, «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Конечно, просто так прийти сейчас в тюрьму или в следственный изолятор в любое время навести человека невозможно. Но есть тюремная миссия Русско-Православной Церкви. Она очень мощная, она большая. Почти в каждом месте заключений во всех следственных изоляторах есть храмы, есть священники и добровольцы, волонтеры, которые служат людям там. Можно помочь материально этому служению, потому что очень много надо закупать на эти храмы, чтобы совершалось богослужение, чтобы, самое главное, исповедь совершал священник, утешал этих людей, поддерживал их, потому что им тяжело. И очень часто в тюрьме приходит очень глубокое покаяние к людям. Они осознают свою жизнь, и надо их поддержать в этот момент. Есть фонды, которые помогают едой, одеждой тёплой. Я думаю, что надо просто этим заниматься. Надо искать эти возможности и заниматься, потому что из вот этой притчи о страшном суде, из которой эта цитата, мы узнаём, что Господь этот труд принимает как труд, направленный лично на него. Он говорит, вы сделали это мне. Поэтому, если есть возможность, да просто письмо, возьмите просто заключённую, начните с ним переписываться. Ему не хватает человеческого общения. Там мат-перемат и совершенно волчьи законы в тюрьме. Там очень тяжело. Получить весточку со свободы, где с тобой бескорыстно поговорят и расскажут тебе, может быть, о Боге, это счастье для человека, что ты кому-то нужен. Поэтому поддержать их через храмовое служение, сейчас повторюсь, практически во всех храмах так или иначе есть выходы на вот это тюремное служение, тюремную миссию, это очень спасительно для наших душ. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok